Сегодня у нас с вами урок по мошенничеству с использованием банковских карт. На самом деле, одно из таких прям частых видов мошенничества. И здесь достаточно очень большой ассортимент, где мы можем попасться на подобные мошенничества. Первое, одно из распространенных мошенничеств, это когда мы с вами теряем, то есть потеря карты. И, соответственно, в этом случае мы с вами попадаем на то, что мошенники могут очень быстро эту карту использовать, например, для расплаты какие-то товары, услуги и в интернете, и оффлайне, и так далее. Соответственно, они могут небольшими суммами, там даже пин-код не нужен для того, чтобы расплатиться, потому что есть определенная сумма, там больше тысячи, например, запрашивают пин-код, а меньше тысячи не запрашивают пин-код. Поэтому они могут сделать несколько операций, таким образом, да, то есть снять с ваших, получается, да, с вашей карты деньги. Поэтому, когда мы с вами потеряли карту, конечно, постепенно нужно эту карту сразу заблокировать, написать в банк. Да, то есть сейчас в приложении очень удобно, просто заходите одной кнопкой, нажимаете и блокируете карту, то есть никаких проблем нет. Плюс ко всему, да, бывает, что мошенники, опять же, могут и следить, я говорил, что мошенники не спят, это их работа. Они могут прям следить за тем, как вы когда-то, то есть приходите в банкомат, вводите пин-код, они могут увидеть пин-код. Бывает, ставят даже какие-то мини-камеры, которые следят, да, то есть за тем, что вы какой-то пин-код вводите. Ну, это, конечно, уже уровень там высокого мошенничества, но, да, то есть и такое тоже возможно. Соответственно, вы потеряли карту, либо даже у вас как-то ее там, вы там в карман положили, у вас ее вытащили. И, соответственно, дальнейшем эту карту, да, то есть используют, как говорится, против вас. Поэтому здесь нужно понимать, что, конечно, быть более внимательным, приучать себя к тому, что, да, то есть проверять, чтобы мы положили карту. То есть это как привычка должна формироваться, что сейчас на самом деле, конечно, карты, то есть система, да, то есть там выстроена достаточно хорошо, что мы с вами сначала получаем карту, потом берем деньги и уходим. Например, если мы снимали деньги, да, то есть банкомата, соответственно, есть, например, банкоматы, там, особенно это в Азии, которые, да, наоборот, то есть вы сначала получаете деньги, а карта приходит потом. И вот такой способ, то есть если люди, например, привыкли зачастую там в России, карта сначала вывозит карта, потом мы берем деньги, а здесь ситуация наоборот, люди забывают карты, то есть нужно тоже понимать и всегда быть просто внимательным. То есть когда вы подходите к банкомату, просто быть в фокусе, не отвлекаться на какие-то другие, получаются, моменты, не заводить в телефоне, не отвечать одновременно, то есть снимая деньги или вложа деньги, получается, в банкомате на карту. То есть просто вот конкретно пришли, и вы в фокусе снимаете или вложите деньги или проводите операцию с банкоматом конкретно вот здесь ни на что другое. То есть не реагируете, ни с кем не общаетесь, не отвлекаетесь на телефон, чтобы быть в фокусе конкретно связанной, получается, с вашей картой, чтобы ее не оставить, не потерять и так далее. Ну и, соответственно, выбирайте, конечно, карту, желательно, либо во внутренние карманы, если у вас нет кошелька, ну или, соответственно, в кошелек, в сумку, закрывайте сумку, то есть не нужно, да, то есть там в такие свободные места, там в карман положили, особенно широкие карманы, это легко все достается, вы даже не почувствуете, как у вас вытащили карту, поэтому либо внутренние карманы, либо кошелек, в сумку, где-то убрали поглубже, сумка застегнута, то есть открытые сумки, это тоже отличный способ для мошенников, да, то есть достать там ваш кошелек, ваши карты и так далее. Поэтому в этом плане просто будьте на готовый, понимайте и будьте в фокусе, когда совершаете операции с картой. Дальше следующий момент, связанный с картой, это утеря данных. Когда получается, то есть ваша карта, номер вашей карты, вы совершали какую-то операцию, и это был, возможно, какой-то сомнительный сайт, вы совершали покупку в онлайне, и, соответственно, ваши данные были утеряны, они ушли, соответственно, опять же, в руки мошенников, то есть там были проданы и так далее, и, соответственно, опять то же самое. То есть вашу карту могут использовать для каких-то покупок или еще чего-то. Поэтому здесь важный момент, то есть в чем? Здесь себя обезопасить можно только тем, что вы, получается, будете всегда проверять. Сейчас, на самом деле, когда вы совершаете какую-то операцию, если вы вдруг не обращали внимания, сверху, где у нас с вами указан, да, то есть сайт, там есть у нас такая, да, то есть замочек, где показаны, защищены данные или нет. Соответственно, если этого замочка нету, соответственно, да, то есть это очень большой риск, потерять ваши данные, поэтому всегда обращайте внимание вот на этот замочек зелененький, то есть есть он или нет, насколько защищен сайт, насколько защищена информация, потому что в этом случае любые данные ваши, да, то есть там фамилия, имя, номер телефона, банковские реквизиты так далее могут быть утеряны используем дальнейшем да то есть против вас это даже банальный момент смотреть на защиту получается сайта и играет уже большую роль и просто не совершать покупки в каких-то то есть неизвестных сайтах неизвестных онлайн да то есть каких-то площадках магазинах то есть все-таки лучше убедитесь почитайте отзывы поймите что все хорошо то есть никаких там проблем ни у кого не было поэтому вообще конечно лучше рекомендуется использовать там где вы точно знаете где там пользуются очень большое количество людей какие-то marketplace и так далее где соответственно с этим проблем никаких нет следующее чем вы можете столкнуться это сканирование данных это на самом деле в россии не так часто встречается но по крайней мере про это нужно знать потому что ну вдруг вы можете столкнуться особенно это может быть часто какие-то в азиатских странах либо африка да например если вы поехали в путешествие и так далее потому что там этот вид да то есть мошенничество достаточно очень популярный этим образом используется есть вы например да у вас есть ваша банковская карта с которой вы решили снять например там наличные средства в каком-то местном банкомате и вы подходите в банкомат получается да вы вставляете карту в банкомат и там устанавливается мошенниками специальное устройство которое сканировать данные карты и соответственно пока вы снимаете все деньги данные с этой карты они уходят то есть руки мошенников и опять же мошенники дальнейшем могут снимать деньги да то есть ваши карты на примере да то есть утери данных только в этом случае получается ваша карта остается у вас вы вроде бы как бы ничего не суда произошло но потом вас усталки с тем что у вас какое-то снятие особенно еще и да то есть там зарубежное снятие с каким-то там процентами комиссиями так далее поэтому здесь важный момент учитывать какой то есть соответственно во-первых снимать деньги если вы да то есть решили со своей банковской карты снять деньги на каком-то местном банкомате то изучить опять же да то есть такие самые популярные банки соответственно чтобы вы например снимали Деньги достаточно в проверенном, то есть в хорошем банке, то есть местном Чтобы вы не столкнулись с тем, что у вас эти данные скопировали И опять же зачастую такие установки ставят там, где нет, например, камер на видеонаблюдении Соответственно, это какие-то могут на улице заставить банкоматы И там это проще все установить Если, например, банкоматы стоят в отделениях, например, банка Там это все невозможно сделать, потому что там и охрана, и видеонаблюдение Поэтому, да, то есть там это, с этим, да, то есть не столкнешься Вот, в Азии это очень популярно, да, то есть вид мошенничества И там часто, да, то есть снимают деньги с карт, скопировав, да, то есть данные Поэтому про это тоже очень важно знать И, соответственно, быть, как говорится, да, то есть, как говорится, вооруженным в случае подобного вида мошенничества Плюс ко всему, получается, сканированный данный может произойти даже, возможно, где-то в покупке в магазине То есть когда вы расплачиваетесь, опять же, может быть, стоять какая-то установка И при оплате через терминал, опять же, могут, да, то есть деньги снять И здесь опять важно, что понимать Так же, как и мы с вами говорили про, да, то есть то, что нельзя деньги хранить на одном общем счету То есть, соответственно, лучше, да, то есть вот на счету не хранить крупную сумму Например, все деньги, которые вы там планируете потратить на путешествия Хранить сейчас на одном общем счету, чтобы, например, да, то есть мошенники могли снять их Не нужно, то есть, опять же, вы переводите точно так же Каждый день, вот, или там для снятия денежных средств вы перевели, сняли, да, то есть все У вас там денег нету Либо там какая-то небольшая сумма лежит, чтобы вы, соответственно, опять не попались в руки мошенников Чтобы у вас там не сняли крупную сумму Потому что такие примеры есть, когда люди, например, едут в путешествие Они переводят себе на основной счет, например, там 150 тысяч рублей Это те деньги, которые не планируют потратить в течение всего путешествия И, соответственно, в начале их отпуска у них сканируют данные карты В каком-то там либо банкомате, либо где-то они расплачивались и так далее И, соответственно, у них эти 150 тысяч в дальнейшем, получается, просто выводят И люди остаются вообще без денег на весь следующий отпуск Чтобы в такие ситуации не попадать, соответственно, нужно понимать, не хранить деньги То есть на одном общем счету расплачиваться, ходить в магазины лучше в проверенные банкоматы Как я сказал, то есть снимать в проверенных банкоматах, изучав данные по конкретному банку и так далее И снимать желательно в отделениях И, соответственно, вообще, конечно, проще, особенно если мы говорим про Азию или про Африку Где-то достаточно бедные страны, где бедные есть население Там виды мошенничества достаточно очень много Потому что там очень много людей, они на этом зарабатывают, выживают, как говорится Поэтому проще с банковской картой деньги снять в наличные И, соответственно, в дальнейшем расплачиваться в этих магазинах, да, то есть наличными средствами Я думаю, в этом никакого труда не составит Вот, либо, опять же, говорю, расплачивают только в проверенных местах Еще один вид мошенничества – это комиссии Которые тоже могут использоваться, да, опять же, очень часто где-то за рубежом, когда мы поехали на отпуск Опять же, в банках, да, мы пришли снимать деньги Мы снимаем, то есть у нас снимается какая-то бешеная комиссия за снятие, да, денежных средств Поэтому в этом случае вообще лучше, например, про возможность снятия наличных средств узнавать, во-первых, в своем банке То есть писать, какой процент за снятие будет, например, да, то есть в той или иной стране Есть ли какой-то сотрудничество с каким-то банками – это первое Второе – нужно смотреть процент за снятие, например, чужих карт конкретного банка той страны И там, где мы снимаем, то есть потому что нужно этот момент учитывать Потому что бывают комиссии действительно очень большие Это могут быть и 30, и 40 процентов Если, например, с российской картой снимаете где-то за рубежом, да, то есть деньги с другого банка И у вас просто, извините, 30 процентов снимется комиссии Соответственно, это очень неприятная ситуация Плюс есть момент, связанный в комиссиях, это еще и с конвертацией Что бывает, снимаете деньги, и вы сняли вроде бы, да, то есть все нормально Вот, либо сделали, возможно, какой-то перевод, да, то есть там внутри, опять же, на какую-то местную карту и так далее И у вас вроде бы там комиссия небольшая снялась, но потом идет конвертация по курсу Потому что курс поменялся, и с вас дополнительно снимают еще деньги Вот, и вы такие, что случилось, так далее Он говорит, ну, вы совершенно, ну, то есть банк в этом случае, там, ваш, да, банк, он здесь ни при чем Потому что это, да, то есть тоже определенная такая уловка Связана с тем, что, да, то есть конвертация происходит Где-то расплатились, например, с этой своей карты, например, там, с рублей И идет прямая конвертация, например, в какую-то местную валюту Соответственно, снялось с вас нужное количество денег Но потом, там, та организация, там, она запросила, там, поставила курс выше Либо курс поменялся, и с вас еще дополнительно сняли деньги Поэтому тоже нужно учитывать Опять же, я говорю, что лучше всего в этом случае Если вы расплачиваетесь где-то за границей, например, своей картой То переводить, например, там, валюту нашу, да, то есть в нужную, необходимую валюту В которой вы расплачиваете Сейчас с этим проблем нету Соответственно, да, то есть можно спокойно, там, в рубли перевести в евро В доллар открыть валютный счет Ну, как бы в нынешней ситуации, конечно, с этим есть определенная сложность Но я имею в виду, что есть страны, например, где, там, это доступно Там, Китай также и так далее То есть вы открыли валютный счет Перевели в рубли, например, там, в юань И, соответственно, да, то есть там расплачивайтесь не рублями Чтобы у вас конвертация шла, там, через банк Через один и через платежную систему Той, которую вы расплачиваетесь А чтобы она пришла напрямую Через юань у вас будет сниматься ровно та сумма Которая была указана, получается, да, то есть при оплате И с вас никаких дополнительных комиссий не будет в этом случае сниматься Поэтому мы с вами, в принципе, поговорили про 4 основных, да, то есть способы обиды, мошенничества То есть используем банковских карт И здесь, я говорю, больше идет момент внимательности И момент того, что просто немножко изучить информацию Эти два пункта, они связаны больше за рубежом, когда мы находимся Соответственно, просто нужно изучать информацию Потому что банковская система, да, когда мы находимся в другой стране Она работает совершенно по-другому Другие условия, другие комиссии И мы, соответственно, да, то есть можем попадать на не очень приятные ситуации Потому что, например, в России банковская сфера достаточно очень высокого уровня А за рубежом, да, то есть на самом деле очень много стран, где уровень очень низкий И там можно сталкиваться с очень большими проблемами Ну, которые мы действительно, то есть можем не ожидать Поэтому быть просто внимательнее, изучать информацию конкретно Если мы используем картами, да, то есть за рубежом И, да, то есть быть внимательнее, когда мы используем карты Соответственно, находясь на территории Российской Федерации И с этим, в принципе, никаких больших проблем не будет Вот, поэтому мы с вами в чате, да, то есть опять будем делать обсуждение Говорить про возможные виды мошенничества Например, чем вы сталкивались, мы это тоже будем обсуждать То есть я тоже расскажу еще про другие способы защиты себя, да То есть от возможных банковских, как говорится, мошенничеств И мы, соответственно, тоже обсудим, поговорим И у нас, да, то есть будет еще хорошая дополнительная информация К этому, да, то есть уроку Субтитры создавал DimaTorzok